Ангела Меркель считает, что кризис на Украине пока далек от завершения и урегулирования в Донбассе необходимо продолжать в рамках Минских соглашений. Об этом немецкий канцлер говорил на конференции по безопасности в Мюнхене. Подробнее о тему дискуссии узнаем у нашего корреспондента Анастасии Ефимовой. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Анастасия, здравствуйте. Какие сегодня темы обсуждают участники конференции и какова повестка у главы российского МИД Сергея Лаврова? Здравствуйте. Но это утро для российской делегации началось с делового завтрака, на который пригласили представителей бизнес-кругов России и Германии. Это очень показательный фактор того интереса, который две страны испытывают друг к другу, тех экономических связей, которые удается сохранить, несмотря на политическую турбулентность. И, конечно, того диалога, ради которого, собственно, Мюнхенская конференция и проводится уже в 55-й раз. Вот как раз в эти минуты все еще продолжает выступать канцлер Германии Ангела Меркель. Она много говорит о европейской безопасности, о тех вызовах, с которыми Европа сталкивается сегодня, в том числе из-за приостановки договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Увидев в зале Петра Порошенко, Ангела Меркель решила поговорить и об Украине, в том числе используя выражения, столь приятные для киевского уха. Давайте послушаем. В марте 2014 года произошла аннексия Крыма, нарушение международного права. Петр Порошенко здесь присутствует. Я хочу напомнить, что потом начался кризис на востоке Украины. Были подписаны минские соглашения. Россия и Украина попытались урегулировать этот конфликт, но пока мы далеки от урегулирования. Мы обязательно должны удвоить усилия в этом направлении. Вот этот, надо признать, довольно неожиданный политический реверанс Ангелой Меркель в сторону Украины, на самом деле понятен. Дело в том, что второй день форума преимущественно посвящен не глобальным, а локальным проблемам. Это ситуация вокруг Косова. И, кстати, здесь, в Мюнхене, работает очень представительная сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем. И безопасности в Африке. И вот так получилось, что украинский вопрос тоже перенесли именно на этот второй день. Таким образом, словно признавая, что глобальным для мира он больше не является. Является исключительно региональным, важным прежде всего для самой Украины, которая, пап, никак не может его решить. Конечно, Украину такая ситуация устроить точно не может. И наверняка президент Петр Порошенко будет пытаться ситуацию изменить. Он уже анонсировал сегодня свое выступление, а также свою встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, который также присутствует сейчас здесь, в Мюнхене. Однако неизвестно, увенчаются ли усилия украинского президента успехом, особенно на фоне заявлений главы МИД Австрии. Карин Кнайс, отвечая на вопросы журналистов, сегодня сказала о том, что все страны-участницы ОБСЕ должны соблюдать нормы, принятые в этой организации. Речь идет, прежде всего, конечно, о решении Украины не допускать российских наблюдателей на скорые президентские выборы. Так что очевидно, что вопросов сегодня очень много. Посмотрим, удастся ли мюнхенской конференции ответить хотя бы на некоторые из них. Олеги. Да, действительно, посмотрим. За конференцией по безопасности в Мюнхене следит наш специальный корреспондент Анастасия Ефимова.